доброго времени суток дамы и господа сегодня мы поговорим об игре total lockdown и некоторых стратегиях победы скажем так некоторые фишечки которые позволят вам достаточно высокой вероятности войти в топ-10 и дальше уже вас будут все шансы чтобы победить в этом популярном battle royale в принципе лучшим из тех которые доступны в настоящее время что тот же тот локдаун он более интересен чем намного более раскрученный папк он более вариативен он более ярок и банально за счет того что здесь пока относительно немного игроков вы сможете побеждать получать удовольствие от игры а не выходить в бой как будто это ваша какая-то работа первое на что стоит обратить внимание это плазменные щиты в игре достаточно недооцененный элемент игрового баланса если вы ими пользуетесь считаете что вы резко повышаете свои шансы на победу в поединке или хотя бы на вхождение в топ-10 что вы можете сделать вы можете поставить несколько щитов друг за другом фактически резко сокращая ту площадь а именно голову в которую вас могут убить при этом если вы ставите щиты значит вы скорее всего сидеть в какой-то ныщите это значит что пробегающий человек или даже тот человек который выбегает на вас он будет иметь намного меньше шансов выжить чем будете иметь их вы кроме того в критический момент допустим перезарядка орудий вы можете банально присесть защита да в этот момент противник сразу поймет что вы делаете что у вас перезарядка и побежит на вас часто он просто будет видеть что вы перезаряжаете оружие и в этом случае если вы ведете игру от дистанции вас могут затянуть гранатку в этом случае щиты от гранат конечно не спасают ни в коей мере но те во всех остальных случаях если противника либо гранат нету либо они кончились либо он просто дурак в игре это немаловажный момент чтобы вы были банально умнее чем противник в этом случае с очень высокой вероятностью он проиграет единственный минус если вы стоите на открытый какой-то на каком-то открытом пространстве прострелим у противник снайперская винтовка и он достаточно пряморукий да он вас все равно есть щитом грубое выковырит через какое-то время вот если у вас не хватило ума встать так чтобы не быть в простреле не хватило ума чтобы убежать но тем не менее самое самое лучшее игровое имущество которое вы можете найти и на уровнях из их нужно в первую очередь снимать с убитых противников нет это даже не магазины и не все остальное это тапки банально тапки благодаря которым ваш бег не слышим есть одна особенность если вы надеваете находите у где-то в полицейском участие находите на уровне снимаете с убитого противника мягкие ботинки вы можете перемещаться в том числе бегать тихо вас не будет слышно вас не будут слышать те у кого кто выбрали допустим на шлемный датчик взяли и кроме того те датчики которые разрешены по уровням они также будут частично на вас не действовать то есть в каких-то условиях вас будут слышать но в большинстве случаев просто если вы пробегаете мимо установленного датчика эти датчики срабатывают на звук игровой на выстрелы на шум ног и соответственно вы бежите вы не стреляете вы можете пробежать достаточно тихо вода даже не будет слышно а это на старте датчик игры выдает очень большое преимущество то есть основная ваша задача выжать в первые минуты боя где-то полторы две три максимум три с половиной минуты когда происходит наиболее жарки наиболее горячие замеса и задача минимум войти в топ-10 играющих в конкретном бою это уже я считаю достаточно престижным то есть не настрелять какое-то максимальное количество фрагов там два-три человека за бой грубо говоря да как раз таки выжить может основной смысл всех этих battle royale это остаться единственно выжившим то есть вы победили вы это как бы главное достижение в игре именно победа а не участие если вы настреляли кучу народу и при этом проиграли ну вы узер чё говорить так вот датчики движения не дают то огромное преимущество даже на старте когда вы можете справиться в какую-то нычку поднять щит соответственно начинает если начинать лучше всего начинать беря вариант дробовик броня а каску и оружие нормально находить уже на уровне на старте забегать в какую-то нычку становиться под щит и если либо на уровне либо с кого-то из первых убитых противников вы снимаете датчик движения то вы резко повышаете шансы выжить в первые минуты боя это критически важный момент а в конце боя если у вас там четыре пять шесть датчиков вы то точно также еще более резко повышаете шансы на победу это не спасает от киберкотлет это не спасает от читаков но в большинстве случаев это позволяет вам в реально реально побеждать в бою то есть для конца боя там датчики движения критическое преимущество очень хорошая штука это глушители но куда лучше это другие насадки на ствол орудия которые в частности уменьшают резко разброс повышают точность при выстреле то есть глушители в определенном моменте да если вы стоите особенно на каком-то открытом пространстве это может или стоите наоборот в закрытом пространстве это может дать вам секунду полторы когда противник просто не будет понимать откуда по нему ведут огонь то есть он будет чувствовать от ли на себе отлетающий урон но не увидят вспышки не увидят не услышит звука явного с какой стороны по нему стреляют в какой в каком-то случае до этому может дать преимущество и те же самый теперь котлеты очень часто бегают не с стабилизирующими насадками а именно с глушителями но на мой взгляд все-таки насадки которую на ствол орудия которые увеличивают точность уменьшают разброс орудия они более предпочтительны следующий момент это расширяющие здоровье лечебные баллончики я до этой штуки дошел не сразу то есть как все нормальные игроки я практически не не читаю гайдов и не смотрю обзоров на игры не заморачиваясь тем чтобы посмотреть какие там обновления вышли и я эту фишку понял не сразу то есть в игре встречаются помимо различных личик это такой простой личке который исполняет где-то до трети здоровья такой шприц встречается аэрозоль которая полностью восполняет здоровья виде такого аэрозольного баллончика дыхательного и часто можно видеть большие баллончики стоящие вертикально вот эти баллончики самое лакомое из того что можно встретить на уровне как только вы применяете на себя этот баллончик применяется он долго специально долго то есть вам нужно в этот момент стоять где-то в сейве и применять его пока он не применится бонус здоровья он не получит так вот в чем основная фишка этого баллончика основная фишка в том что он увеличивает здоровье на то есть если у вас нету здоровья он полностью восполняет до 100 процентов ваше здоровье допустим с одной единицы до 100 и плюс добавляет еще половину дополнительного и применив еще один такой баллончик вы сможете увеличить свое здоровье фактически на 200 единиц до в ряде случаев броньки предпочтительные то есть это само собой броня первого броня второго броня третьего уровня самое лучшее синие из того что вот данный момент на август девятнадцатого года доступна в игре броня более предпочтительная штука но очень часто даже если вы на старте игры без брони это очень приятное преимущество иметь грубо говоря вместо одного здоровья полтора очень часто люди даже те которые знают об эффекте стараются их не использовать на старте игры это их критическая ошибка то есть как только вам попался такой баллончик а вы его наутали на уровне либо наутали с убитого противника тут же ищите безопасное место поднимаете щит и уже за этим щитом отдышавшись спокойно применяете этот баллончик это позволит вам в дальнейшем поднимет ваши шансы на выживание существенно не стоит оставлять этот баллончик на потом в надежде что там он пригодится более позднее время я эти баллончики применяю в настоящее время даже если у меня сто процентов здоровья просто для того чтобы увеличить на эти вот 50 процентов кто-то скажет что это глупость но реально в игре где часто после перестри противника у вас остается одна две единицы здоровья это решающий фактор то есть выживете вы или соответственно не выживете оставлять этот баллончик на потом это дарить этот баллончик тому кто у вас банально снимет в бою что важно первые три минуты старайтесь выживать прячьтесь то есть наибольшее количество перестрелок наиболее жесткие замеса на всех этажах на лестницах между этажами на выбегание из лифта происходит в первые где-то полторы две три три с половиной максимум минуты боя надо сказать что кибер коллег кибер котлеты дохнут даже в первые минуты боя тут их ошибка они пытаются связывать вязаться перестрелки настрелять как можно больше фрагов это их губит потому что банально они победителем из боя не выходят даже несмотря на там свои навыки так далее ваша основная задача не набить фрагов а войти в топ-10 это как задача минимум и ли победить это задача максимум соответственно самый недооценен штука в игре это голограмма на одном из скринов к этому видео вы увидите удивительную картину там закрытой комнате а таких достаточно много на части этажей это в частности апартаменты апартаменты класс люкс их по небоскреб достаточно много так вот на скрине вы увидите одну из комнат она имеет особенность часть этих комнат они имеют не два выхода а только один то есть с одной из сторон они будут огорожены одним или двумя ящиками двумя одним или двумя рядами оборудования кинематографического по сюжету игры значит в этом небоскребе ведется такое апокалиптическое шоу где люди убивают друг друга под прицелом идти на камер и вот там есть на некоторых этажах такие места где вы можете встать в сейф и вы совершенно точно знаете что есть только один выход из которого на вас могут выбежать да какие-то извращенцы могут если вы не закрыли вторую дверь балконную там где все перегорожено через эту незакрытую дверь вам гранату закинуть но если вы были достаточно умные закрыли эту дверь то фактически достать вас могут только войдя на вас лобовую атаку либо вам придется выбежать когда этаж заполняется соответственно ядовитым газом для того чтобы прибежать на тот этаж который безопасен так вот в этот момент поставив внутри этой комнаты несколько голограмм и спрятавшись за щитом вы или за щитами допустим один из щитов можно поставить перед голограммы чтобы создать дополнительные проблемы тому человеку с определением того кто реальный противник а кто голограмма который вбежит в эту комнату с оружием против вас так вот на одном из скринов вы увидите великолепную картину там помимо меня еще шесть развернутых мной голограмм и надо сказать что в том бою я настрелял кучу народу конкретно в этой комнате я сидя там практически самого начала боя развернул поутав уровня до этого этот или там с предельный с кого-то еще несколько штук голограмм снял в итоге несмотря на то что противники благодаря радару знали что я нахожусь в эту комнате одни друг за один за другим через какое-то тип промежуте времени вбегали туда открыв дверь кто-то гранату закидывал вбегал кто-то убегал так они все были в шоке то есть как ты вбегаешь в закрытое помещение и видишь там 7 потенциальных ну то есть 7 противников из которых только один настоящий остальные голограмм ты естественно теряешься когда стоит допустим реальный игрок и голограмма там определить достаточно просто то есть у голограмм у них шаблонно стоит стоят автоматами калашников в руках и смогу его голограмме костюм ликвидатор базового в игре там определить достаточно легко пусть скорее всего высоко стоять не будете вы будете стоять с какой-то нормальной винтовка не со швака автоматом самым будем автоматом в игре ну реально объективно самыми плохими характеристиками вы болеете те что в ближнем бою что на средней дистанции что на дальней дистанции вот представьте вбегает на вас человека там грубо говоря в комнате находятся семь целей из которых только одна настоящая естественно начинает стрелять расходует скорее всего по голограмм расходует часть своего магазина или весь свой магазин после этого вы начинаете стрелять у него итог очень простой то есть это может показаться курьезом я специально но я специально эту картинку расширю видеоролики чтобы вы смогли и полюбоваться в этой комнате несмотря то что противники знали что я там нахожусь я положил несколько человек прямо на входе одного за другим почему потому что если из двух целей селекционировать правильную достаточно просто тем более если это игрок с хорошей реакцией из семи противников выбрать одного настоящего практически нереально и за счет вот таких вот фишечек вы сможете реально побеждать то есть если еще одна игровая хитрость если вы видите паутали убитого вами противника у вас либо с него упал голограмм либо вы нашли ее на уровне вы отходите в сейф предварительно поставив голограмму рядом с ящиком который упадает из убитого противника соответственно вбегающий в локацию игрок он первым делом будет стрелять по голограмме что будет думать что это реальный игрок который утает в данный момент ящик когда он и что это голограмма он шанс спокойно подбежит будучи уверен что это как бы никакого подвоха там дальше нету и в этот момент вы из своей нычки из своего сейва совершенно спокойно забираете данного персонажа в голову вот собственно все удачных вам побед удачных боев всего вам доброго